Ох, шейтарс падает! Ха-ха! Круто! Красавчик! Чувак, у тебя 5 детей! Куда ты прыгаешь? Всем привет! С вами я, Володя Шевский, и наконец-то я делаю видеообзор Asus Zenfone 2. Я думаю, что многие из вас ждали этого обзора. Я, можно сказать, уже держу второй аппарат в руках. Первый ушел у меня очень быстро, и второй чуть-чуть призадержался. И поэтому я мог себе позволить более подробно ознакомиться с ним, с этим девайсом. И сейчас я поделюсь с вами всеми секретами, фишками, особенностями этого аппарата, и какую версию стоит брать этого девайса. В частности, конечно, есть версии на 4 гигабайта оперативки, на 64 гигабайта встроенной памяти. У меня базовая версия на 16 гигабайт и 2 гигабайта оперативки, но, поверьте, для того, чтобы понять, что это за девайс, этого достаточно. Прежде всего, хочу сказать о внешнем виде. Аппарат собран достаточно качественно, лежит в руке комфортно, несмотря на 5,5 дюймов. Чувствуется очень даже хорошо. Корпус и материал изготовления тоже достаточно комфортные для использования. Классно то, что нет металла, он был бы еще тяжелее, потому что он не так уж и легкий. И, конечно же, радует то, что аппарат имеет самый последний Android и многие другие интересные фишки. Сразу хочу сказать так, что многие у меня начинают спрашивать, «Вова, а вот ты взял бы Zenfone 2 или Meizu M1 Note?» Сразу отвечу на этот вопрос. Однозначно, Zenfone 2, потому что Meizu M1 Note сравним точно не с этим аппаратом, хоть и по Antutu он выдает по 40 тысяч, но софтверные фичи и особенности этого девайса на порядок превосходят Meizu. И причем, что конкурирует, он как минимум с Meizu MX4. Это так вот, налегке. Давайте по порядку. Прежде всего, это экран. 5,5 дюймов, Full HD, классный экран. Я скажу, что и углы обзора у него шикарные, и яркость максимальная, высокая. На улице пользоваться комфортно, при солнце, при тучам, при всем. То есть, при всем при этом, как бы, пользоваться аппаратом очень удобно, очень комфортно. Сейчас, видите, стоит максимальная яркость, и она, ну, очень даже приемлемая. То есть, всегда приятно смотреть, очень комфортно и так далее. Что касается минимальной яркости, то она тоже практически, ну, может быть, я бы не сказал там прям супер минимальная. Так вот, сейчас мы автомат. Или таким вот образом. Ну, она, конечно, может быть, в ночное время было бы здорово, хотя бы чуть поменьше. Но, если будет стоять темная заставка, то вполне себе приемлемо. Единственное, что, если вы будете, к примеру, читать что-то, да, вот сейчас я загружу, ну, к примеру, какие-то новости, да, то вот это вот белое будет на, ну, как бы, ночью, то все-таки, как бы, чуть-чуть будет, как бы, бить глаза. Хотелось бы, чтобы она была, ну, чуть пониже, как бы, минимальная яркость. Далее, так, сразу же давайте перейдем в настройки, и я перейду еще раз в экран яркость, поставлю автонастройку, и вот так, посветлее. Посветлее, чтобы у кого было все, вам лучше и комфортнее видно. Wi-Fi. Wi-Fi поддерживает стандарт AC, как вы видите, подключен к моему AC роутеру Xiaomi 5G. Все отлично, сигнал быстрый, не прерывается, никаких глюкопроблем нет. Дальше. Bluetooth тоже здесь работает хорошо, качественно. Это, как говорится, само собой разумеющееся. Следующее. Две сим-карты. Есть сим-1, сим-2. Если я не ошибаюсь, только сим-1 поддерживает 3G, и это написано на обратной стороне, вот там, на самом корпусе, что сим-1 поддерживает 3G. Поэтому я поставил туда, как бы, live, но хотя он еще пока что без 3G. Проверял я 3G, работает быстро, комфортно, то есть, все нормально. То есть, тут никаких сложностей нету. Когда переходишь в телефонную книгу, то отображаются последние вызовы. Также, очень крупными буквами и цифрами написан и текст на кириллице, на латинице, и, как бы, цифры такие жирные, комфортно для людей, кому, может быть, со зрением не очень хорошо. То есть, здесь все видно. Плюс ко всему, снизу показано сим-1, сим-2. Также можно убрать клавиатуру, можно ее добавить. Также есть избранные номера, ну и так далее, и так далее. Качество сигнала высокое, ловит сигнал тоже хорошо. Что касается динамика разговорного, то слышно собеседника круто. Что касается микрофона, то собеседник меня тоже слышит хорошо. Ни разу никаких нареканий не было. То есть, с этим точно никаких проблем нету. Далее, это оболочка. Оболочка здесь ZenUI от Asus. Она комфортная в использовании. Есть шторка уведомлений. Она в Material Design. И также тут целый ряд уведомлений. То есть, к примеру, я совершил покупку на 8.99 с WebMoney. Раз мне там пришел код. Погода, подсказки, Инстаграм. Видите, Антон подписался на вас. Круто. Спасибо, Антон, за то, что подписался. Преимущество солнечное и так далее. Также можно с верхнего меню вызвать шторку быстрого доступа к каким-либо приложениям. В частности, к примеру, фонарик. Фонарик здесь достаточно яркий, классный. Не нужно устанавливать с троянами с Play Market. Здесь все уже готово есть. Также возможность очистки оперативной памяти от запущенных задач. И, как вы видите, стало там свободнее или, наоборот, меньше стало. Ну, в общем-то, можно такое делать. Быстрый запуск калькулятора. Он достаточно стандартный. Ничего, как бы, сверхъестественного нет. Далее, что хочу отметить. Есть NFC. Если вы знаете, как его использовать. У вас есть, к примеру, электроника с NFC. Или, может быть, где-то еще. То без проблем. Также с зажатием на энергосбережение. Вы можете зайти в режим, где вы можете, как бы, работать с энергосбережением. То есть, можно включить режим экономии энергии. И так вот пользоваться аппаратом. Кстати, в режиме экономии энергии аппарат работает достаточно шустро. Не лагает. Единственное, некоторые эффекты поисчезали. А так, в общем-то, работает достаточно быстро. Ну, я, в основном, пользовался оптимизированным. Один раз. Когда я ездил в Киев, то тогда, и у меня на том Zenfone 2, который был у меня первый, я затестил режим экономии энергии. То вполне себе, как бы, приемлемо, круто. Дальше. Есть целый ряд стандартных приложений, ну, как бы, установленных. То есть, типа, мастер настройки, там, интеллектуальный режим. Вот, музыка, фильмы, игры, речь. Вы можете его дополнительно настраивать в зависимости от того, что вы делаете. Также есть там менеджер автозапуска, стандартная галерея. Галерея достаточно комфортная в использовании. Ну, вот я сюда сделал. Тут немножечко снимков, как вы видите. По камере я отдельно еще немножечко скажу. Все очень круто, комфортно. Стандартный календарик тоже меня вполне себе устраивает. И, к примеру, мы сейчас переключим на месяц. Тоже, вы видите, все четко, круто. Вот, к примеру, у меня уведомление, что в 18 часов мне будут звонить. У меня будет звонок и беседа. Но подробности беседы я раскрывать не буду. И тут мне пришло уведомление. Какое-то, email. Разберем, стираем. Вот, кстати, круто то, что в стиле материал-дизайн идет еще и шторка запущенных задач. То есть, как бы, окно. Можно некоторые окна, что мы с ней сделаем. Здесь, как бы, перейти непосредственно в работающее приложение. Можно также блокировка приложений определенных. Вот. И убрать все полностью приложения. Оп. Все, все убрались. Очень быстро, круто, комфортно. Тут никаких нареканий нет. Кстати, сама оболочка тоже работает очень шустро. Есть целый ряд поднастроек, особенностей. Зажимаем на главный экран. Тут у нас появляется приложение виджеты. Редактировать обои. Эффекты прокрутки. Темы. Даже есть темы различные. Ну, тут, правда, доступно немного. Но все равно, как бы, сам факт, что можно, как бы, грузить темы, тоже меня радует. Также есть возможность, как бы, настраивать параметры, настройки системы. И также тут еще можно шрифты. Поставить пять звезд разработчикам. Вообще, короче, обратная связь и помощь. Все, что нужно, как бы, есть. Круто. Дальше. Следующее. Это железо. Железо – это важная часть. В частности, так как это стандартная базовая версия, как я и говорил, здесь 16 встроенной памяти. И 2 гига оперативки. Есть у Asus на 4 гига оперативки 32 встроенной. И также есть у Asus 4 гигабайта. И встроена 64 памяти. Но есть еще, как бы, более бюджетная 5-дюймовая версия Zenfone 2, там, где есть на тоже там слабеньком Intel. Или же на Qualcomm Snapdragon 410. Недавно анонсировался Zenfone 2, как бы, с HD-экраном. Но, как бы, с HD-экраном даже не рассматривайте. Хотя, как бы, можно рассматривать в конкуренции Zenfone 5. Моя версия, которая у меня, набирает 41 138 в Antutu, что вполне себе приемливо. Смотрите, что забавно. Здесь стоит 32-битный Android почему-то. Не знаю почему, но процессор-то здесь 64-битный. Я думаю, что потребуется, как бы, обновление. Подшаманить ручками, чтобы здесь был 64-битный Android. Просто вручную поставить. Я сейчас об этом расскажу, почему вручную, почему не автоматически. Intel Atom Z3560. PowerVR G6430 графический. Full HD экран. 13 основная камера. 2 ГБ оперативки. И, как видите, процессор 64-битный. 4 ядра по 1.8, чего с головой хватает для таких игр, как World of Tanks Blitz и всех остальных, чтобы аппарат тянул их вполне себе приемлемо. Танки минимум 40 FPS при суперперегретом состоянии, когда ты уже там больше полчаса играешь. А так, игры идут хорошо. Я специально видео по этому поводу тоже сниму. Далее, что касается автономности. Производитель заявил о том, что здесь аккумулятор 3000 мА. Автономность у аппарата выше среднего. Ну, я скриншотов, как таковых, на этом девайсе не сделал. Я просто сделал на том и забыл перенести. Но скажу так, что по аккумулятору аппарат заряжают через день, при том, что активно используется сеть, Wi-Fi. Здесь постоянно используются звонки и периодически World of Tanks для теста. То я скажу, что годная здесь батарея. Очень даже годная. Но если вдруг вам потребуется дополнительная автономность, то всегда вы можете включить себе режим энергосбережения. Шторка включили. Это не проблема. Это всегда легко сделать. Советую даже иногда, если вы, к примеру, там в офисе или дома где-то, то можете просто включить режим энергосбережения, чтобы у вас как бы это... И просто здесь яркость выставите на максимум и все. То есть процессор будет меньше тянуть, а дольше будет работать. В общем-то, прикольная тема. Все это, ну, удобно. Режим энергосбережения. Плюс еще, видите, геоданные включены, передача данных. Также есть еще такая фишка, как режим экрана. Цветовой режим, то есть сбалансированный. И вы можете выставлять еще более теплые цвета или более холодные. Также есть режим чтения, там где экран немножечко желтит, для того, чтобы было более комфортно для глаз. Ну, если посмотреть, режим для чтения. Ну, сейчас я, видите, поставил еще вот в этом режиме. Да, видите, немножечко желтит экран. Вот даже вот эта верхняя шторка стала чуть более желтой. Даже сейчас он аж перегрузился. Яркий есть режим и пользовательский он не влез. Ну, вы тут можете сами вручную выставлять, насколько вам нужно. Вообще можно поставить... О, вот эту штуку я не видел. Слушайте, это обалденная тема. Если вы хотите, чтобы у вас был типа черно-бел, а ну, давайте мы зайдем в Chrome. И сейчас я что-нибудь запущу. Вот какие-то новости запущу. Слушайте, читать, это же здорово. Можно читать. Оу, круто. Ну, я просто не обращал внимания. Тут прям есть можно насыщенность. Давайте сбросим параметры к умолчанию. Ну, и цветовую гамму тоже вы можете подстроить, чтобы экран как бы по цветовой гамме был более вам комфортен. Это, кстати, круто, то, что есть такая возможность подстройки. Давайте я просто поставлю сбалансированный, и я думаю, это будет самый оптимальный вариант. Дальше. Следующее, что хотел бы сказать по динамику. Динамик здесь достаточно громкий. Работает всегда безотказно, в плане того, что я всегда слышал, как там собеседник мне что-то говорит, если я включаю громкую связь. Или же я слышу, когда телефон звонит, даже если он в сумке. Давайте мы включим видео с канала Сливки Шоу. Вот. И что-нибудь тут нам вот он расскажет, и мы заодно послушаем, посмотрим, как все это происходит. Звук приблизительно, ну, как бы, такой выше среднего. Плюс ко всему, видите, он пишет как бы через петличку, то есть давайте мы что-то другое, просто для отображения. Давайте я включу просто музыкальное видео, потому что, о, смотрите, звук намного, как бы, сильнее стал, когда музыкальное видео. И, давайте. Звук чистый, красивый. Вот. Громкость, как я и говорил, выше среднего. Углы обзора. О, Шейтарс падает. Ха-ха, круто. Красавчик. Чувак, у тебя пять детей. Куда ты прыгаешь? Рискуешь? Да. Отображается качество YouTube, видите, Full HD, то есть определяет его, как нормальный экран, то есть иногда бывает просто, как бы, Full HD экран, а возможность только в HD смотреть. Звук хороший, качество хорошее. Давайте теперь по камере поговорим. Вообще, как бы, про камеру нужно тут отдельно рассказывать, потому что камера здесь очень многофункционально навороченная. Сразу хочу сказать, что камера имеет целый ряд режимов, авторежим HDR, улучшение портрета, суперразрешение, слабое освещение, ночь, глубина резкости, эффект, селфи и так далее. То есть целый ряд режимов, видите, то есть огромное количество. Я все просто физически не успел затестить, но о некоторых расскажу. В частности, хочу сказать о авторежиме, который является самым плохим режимом здесь. В частности, в моей прошивке, которая здесь установлена сейчас, в авторежиме, режим съемки, это глюк, баг камеры, 3 мегапикселя максимально. И все. То есть, почему так происходит, я не знаю, но когда переключаешь на ручную съемку, то тогда качество снимка уже адекватное. То есть разрешение камеры 13 и 10 мегапикселей, соответственно, как и сама камера. Но в ручной режиме можно подстроить, во-первых, баланс, то есть можно ISO поставить. Давайте баланс мы поставим, температуру цвета, сейчас мы пониже. То есть, чтобы была пониже, вообще нам нужна минимальная температура. Смотрите, как круто и быстро происходит фокусировка. И, соответственно, снимок тоже происходит достаточно быстро. Здесь, видите, такая прямо аж навороченная камера. Давайте мы еще посмотрим по S. Так, это яркость. Воу-воу-воу, за что? Авто, авто. Давайте мы переключимся на авто. В общем-то, ну и макро, то есть фокусировка. Мы можем вручную фокусировать вот так. Это самый оптимальный вариант. И чикс, что-то, ребята, грустное. Давайте я их сейчас сфотографирую в таком вот положении. Итак, давайте посмотрим ручной режим. Немножечко еще раз по этому поводу. Так, с фокусом мы сделаем автоматически, а вот ISO мы будем добавлять вручную. И смотрите, изменение ISO. сейчас мы тут вот так. Во! Эй, 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 250, 60. Вот, смотрите, отлично. Теперь фокусировочка. Еще раз. Так, не поймал. Сейчас поймал. Есть! Мы сделали снимок. Теперь давайте будем смотреть на этот снимок. У нас ISO 200, выдержка 60 и баланс белого 2,5 кельвинов, или что там какое, как бы, идет. И снимок получился достаточно большой. Качество снимка весьма неплохое, с учетом того, что на обратной стороне, точнее, сзади, идет окно. Видите? То есть, на, как бы, заднем фоне идет окно и, соответственно, как бы, снимок должен, их лица должны были быть совершенно темными. То есть, вот, ничего не видно. Здесь все видно, все комфортно. То есть, камера, если с ней работать, то она очень даже, ну, очень годная. Также есть возможность снимать видео в формате Full HD. Есть также тут тоже возможности настройки для видео. Но, в частности, я переключаюсь на ручную и потом делаю видеосъемку. Вот так. К примеру, идет видеосъемка на Asus Zenfone 2 в моей комнате для видеосъемок. Вот кружечка, там жесткие диски лежат, тут у нас клавиатура и так далее. И звук тоже идет сейчас с Asus Zenfone 2. Ну, может быть, я еще пару видео вам покажу, может, отдельно по Asus Zenfone 2, как он снимает. Отдельного внимания заслуживает селфи-камера. Здесь она 5 мегапикселей, но она очень крутая. Тут, конечно, я не смогу отобразить максимально, насколько она крутая, но снимок я сделал один. Давайте мы посмотрим на этот снимок, что он из себя представляет. Смотрите, качество очень высокое. Конечно, шумы есть, потому что я делаю снимок в помещении, но цветопередача и все остальное очень даже годное. Далее, что касается особенностей этой селфи-камеры, то есть, ну, как бы, фронтальной камеры, то, что можно выставить таймер, когда ты хочешь сфоткать, через сколько. И также есть целый ряд режимов. Это улучшение портрета, далее панорамное селфи, то есть, можно выставить панорамное селфи, мы нажимаем кнопку затвора для получения снимка и, как в Samsung Galaxy S4, такая фишечка, вот мы так, а, нам нужно больше, больше туда. Так. А, слушайте, нам нужно сначала сюда, потом сюда. Я никогда не делал панорамную здесь. теперь сюда, да? Это очень интересно. Надо будет попробовать. Представляете, сколько снимков делает, и потом склеивает это все. И получился у нас панорамное селфи. Вот такое нужно было делать на YouTube Content Day. Надо было сказать ребятам из YouTube, что вот Asus Info 2 делает офигенное панорамное селфи. Смотрите, очень много объектов захватило, то есть, широкоугольно, да, конечно, ну, я просто нахожусь в таком положении, что у меня не очень-то хорошо получилось заснять нот, если мы посмотрим объекты, которые слева-справа, да, то очень даже годно получились. С этой стороны тоже, вон там дверь, все это, ну, круто. Фронтальная камера мне очень нравится, есть даже режим HDR, она снимает видео Full HD, при слабом освещении, в общем-то, снимки очень качественные получаются, я, может быть, в конце видео покажу вам просто набор из снимков на основную камеру и на фронтальную специально для вас. Так, что еще можно сказать, давайте мы зайдем в настройки, тут есть еще целый, как бы, ряд особенностей, которые есть у Zenfone, давайте дальше, ну, по передаче данных, это понятно, что можно использовать NFC, здесь есть NFC-датчик, также можно настраивать VPN, делать режим модема, это понятно, да, режим easy, очень интересный режим, это, ну, типа, как бы, простой режим, как в, не знаю, Samsung, где угодно, он, вот, вот, все, это все, то есть, режим easy, он очень простой, давайте мы сейчас его выключим, потому что он нам, ну, не нужен, нам easy режим явно не нужен, дальше, давайте еще посмотрим по настройкам, экран, я уже говорил, там спящие режимы, заставки, размеры шрифта, яркости, все как надо, далее, звуки, уведомления, тут вы уже тоже все это настраиваете, тут нормально, нормально по звукам уведомления, кстати, хочу отметить интересный факт, что смартфон блокируется двойным тапом, и также разблокируется двойным тапом, единственный момент, то, что невозможно заблокировать его, когда есть куча значков, то есть, даже когда виджет, видите, то есть, мы включаем виджет, но никак не блокируем аппарат, поэтому, если вы любите функцию двойной тап, то рекомендую вам оставить свободное поле на каждой страничке, там, прием, нижнее поле, или среднее, или верхнее, свободное, для того, чтобы с любой части экрана, то есть, вот видите, здесь не можем заблокировать никак, то есть, нужно переключаться вот сюда, и уже тогда происходит блокировка. Это тоже удобная как бы фича, давайте мы сейчас я все позакрываю, отлично, давайте мы еще по настройкам пройдемся, потому что не все закончил я, по приложениям, устанавливается приложение на карту памяти, это радует, это прям, ну, здорово, хорошо, вот, к примеру, здесь мы можем переместить на карту SD, ну, по крайней мере, все у меня игры устанавливались на SD-карту, то есть, или перемещались, то есть, танки точно на SD-карте, и все остальное тоже перемещается, дальше, по приложениям, я уже сказал, по памяти, как я и говорил, здесь встроено 16, доступно 11, 31, но у меня стоит карта памяти, как вы видите, и все отлично, вот, все доступно, удобно, комфортно, никаких сложностей нету, OTG поддерживает, работает, геопозиция, то есть, нужна вам или нет, вы тоже можете ее включать, выключать, и, в принципе, все по этому поводу, что касается обновлений, по ZenUI обновления, то, это обновление самих приложений, а самой прошивки, так как у меня аппарат CN, но здесь стоит прошивка WW, то есть, вы можете посмотреть, номер сборки WW, она не получает обновления по воздуху, я сделаю отдельное видео, и постараюсь кинуть в описании ссылочку, как прошить, или точнее, обновить аппарат на более новый Android, где будет появляться всегда новая, как бы, версия прошивки, вот, и будет ли, к примеру, сохраняться данные, если вы прошьете на более новую версию, обновите, все это, как бы, будет, сейчас, видите, опять 0 Android, в общем-то, короче, это в отдельном видео я специально сниму и покажу вам, как все это делается, ну, я думаю, что на этом можно заканчивать видео про данный аппарат, потому что я, ну, реально достаточно много рассказал, сразу хочу сказать, что аппарат реально стоит своих денег, это тот аппарат, который стоит покупать, то есть, 240, там, там, 235 по акциям, где-то можно там найти, то есть, тире, 350 долларов, в зависимости от версии, то есть, то есть, 32 гигабайта, 4 встроенной, и 64 гигабайта, 4 оперативки, в общем-то, короче, все эти вот функции, по версиям, короче, в общем-то, все стоит своих денег, это реально тот аппарат, который стоит своих денег, и как бы в завершении, еще скажу, такой момент, то, что я все аппараты даю жене посмотреть, вот этот аппарат, она сказала, я вот такой себе хочу, то есть, это очень большой показатель, вот, и еще, знаете, что я забыл вам показать, я это в распаковке показывал, чехла, вот, есть такой вот, как бы, чехол Нилкин, может быть, есть какие-то фирменные чехлы, но фирменные чехлы достаточно дорогие, вот, есть еще вот такая функция, которая, ну, просто тоже интересная, это возможность, как бы, управлять с окна, телефоном, вот, не все действия можно делать, но, тем не менее, что-то можно делать, то есть, камеру можно, погоду узнать, дату узнать, время, пропущенные звонки, то есть, открываем, оно исчезает, закрываем, появляется вот таким вот образом, чехольчик, высокого качества, единственное, что он немножечко, вот тут на передней части, ерзается, но я так посмотрел, здесь нету ничего такого, чтобы могло бы поцарапать экран, плюс ко всему, здесь он немножечко выступает, то есть, когда смартфон, кладешь вниз, то никаких проблем с этим нету, и раз я уж перевернул обратно, я вспомнил еще одну фишку, которую я хотел бы вам рассказать, это вот эти вот две клавиши громкости, точнее, одна клавиша, но вверх-вниз нажимается, я до сих пор, спустя там, грубо говоря, две недели, сколько у меня эти зенфоны, то есть, там у меня был первый аппарат, потом я его отправил сейчас второй аппарат, то, в общем-то, круто, все нормально, привык, но иногда неудобно, то есть, все нормально, привык, но получается так, что, когда вот телефон лежит так, да, кто-то позвонил, то есть, мне нужно или, как бы там сбросить, или еще что-то, то я беру и поднимаю, или мне нужно, я смотрю там какое-то видео, ну, то есть, не обязательно в чехле, там, вот смотрю я видео, какое-то, и мне нужно уменьшить звук, то есть, вот телефон лежит так, я не могу уменьшить звук слева-справа, вот это вот неудобство меня, ну, как бы мягко говоря, раздражает, то есть, нужно повернуть этот телефон, в общем-то, короче, уменьшить громкость, это вот та фича, которая мне не сильно нравится, все остальное нормально, все, теперь точно все, если у вас еще возникли какие-то вопросы, то можете оставлять их в комментариях, я постараюсь ответить, этот аппарат скоро уедет подписчику, который заказал, через меня, через бесплатного посредника, пользуясь случаем, пропиарю свою, как бы, программу бесплатного посредника, зачем она мне нужна? Она мне нужна для того, чтобы вы получали достоверный, как бы, заказ свой, вот, а я получал аппараты для обзора, то есть, как бы, можно сказать, кооперация для того, чтобы всем было хорошо, вам помощь от меня, а мне помощь от вас, в общем-то, вот таким вот образом, если вы хотите узнать подробнее, то ВКонтакте пишите, vk.com слэш то, что смотрели. Супер-классный смартфон Asus Zenfone 2. Сам бы купил себе такой. Но пока буду пользоваться какими-то другими девайсами. Почему я не оставляю? Потому что как-то у меня, знаете, как синдром обзорщика. Новый, хочу новый, еще хочу M.2 Note, хочу Mi i4i, хочу Elephone B-Touch, хочу еще Elephone P7000. Все хочу, все хочу тестить, все хочу смотреть. Вот так. Все. Всем пока. До скорой встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok